всем привет привет друзья сегодня у нас очередное задание для ребят начинающих изучать такой предмет как инженерная графика или черчения вот посмотрите вот такое вот интересное не сложное задание видео не будет сильно достаточно длинным так но чтобы вам там так сказать было лучше видно все вот эти размеры которые здесь на экране я думаю достаточно маленькие давайте справа я покажу вот такой бумажный вариант а слева я выполнил для вас уже 3d модель вот этого шестигранничка скажем так вот можете посмотреть можете разглядеть что он из себя представляет а мы же начинаем вести наши построения и строим и как это положено с самого начала ведем вертикальную и горизонтальную оси описанной около нашего правильного шестиугольника окружности так что у нас здесь задано у нас правильный шестиугольник вписан в окружность радиусом 60 то есть диаметр 120 миллиметров это значит радиус 60 миллиметров так задают циркулем радиус и рисуем вспомогательными тонкими линиями так слегка видную окружность чтобы нам потом сильно не стирать и задание не получилось грязным так готово у нас правильный шестиугольник о чем это говорит о том что сторона вписана в окружность шестиугольника правильного она равна длине радиуса описанной окружности соответственно мы смотрим у нас две вершины лежат на горизонтальной оси окружности соответственно мы вот так и делаем заметочки сверху и снизу с одной стороны и сверху и снизу с другой стороны все если бы у нас правильный шестиугольник был бы повернут на 30 градусов то у него получилось бы наоборот две вершины лежали бы на вертикальной оси окружности и нам нужно было бы такие пометочки сделать из двух вот этих крайних точек вертикальной оси в принципе ничего сложного нету так ну и все и теперь мы соединяем эти точки и вуаля наш внешний контур построен так что у нас здесь еще имеется в середине посмотрите вот на вот эту 3d модель в середине у нас имеется окружность точнее отверстие диаметром 30 миллиметров или радиусом получается тоже 15 миллиметров мы вписываем берем циркуль задаем радиус и просто рисуем тут мы уже можем жирную линию рисовать потому что это отверстие относится как бы к телу нашей самой фигуры готова так на диаметре 80 миллиметров как вот такой цилиндрик у нас выступает на нем еще имеется тоже 6 вот таких как бы выемок радиусом 10 миллиметров смотрите я беру теперь так диаметр 80 это значит радиус 40 миллиметров для начала рисуем тонкую линию так теперь для нахождения вершин вот этих впадинок мы соединяем просто из центров точнее из вершин нашего правильного шестиугольника к центру описанной окружности мы ведем линию ну или делаем скажем так засечку я сразу же нарисую такие местные оси вот этих полу окружности так радиус 10 у меня смотрите вы можете в данном случае пользоваться циркулем вот я же предпочитаю как я уже и рассказывал во всех своих видео использовать вот такие трафареты когда у нас нужно не полную окружность рисовать а только ее часть то есть мы прикладываем вот этот центр с дырочкой к нашей точке и просто вот так жирненько обводим карандашом все готово так и вот теперь так как у нас эти полу окружности или полу цилиндрические выемки соединены между собой то есть нам необходимо соединить их крайние точки то есть мы уже по проведенной окружности как бы обводим такие делаем жирные толстые линии вот видите в данном случае у меня циркуль не позволяет жирно обвести грифель достаточно твердый но неважно в принципе вот так все это будет выглядеть ну размеры ставить я не буду вы это самостоятельно уже можете сделать надеюсь принцип построения вам полностью понятен а в целом ребята если вам понравилось вот такое простое задание лайкать его чтобы другие ребята могли повстречать его на просторах ютуба всем пока пока до следующего раза